Продаешь бытовую технику, тратишь время, нервы и получаешь пустые звонки. Твой постоянный покупатель. Титан. Деньги сразу. Титан. Для всех и каждого. Не успел среагировать на ползущего по дороге пешехода водитель Лады Калина на Победиловском тракте. После столкновения мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. На месте аварии побывал наш корреспондент Павел Москвин. По словам водителя Калины, он с пассажиркой захотел вечером прокатиться на машине. Ехали прокатиться в выходные после работы. Прокатились до стрелы и обратно домой. Завтра выходной. Никуда не торопились. Ничего не предвещало. Асфальт сырой. Все понимаем, что голодов. Никуда не гнали, не разгонялись. Если верить молодому человеку, на 19-м километре Победиловского тракта он в последний момент заметил человека. В последний момент. То есть, если бы он шел, как бы... Может быть, я его раньше увидел, но просто, как бы он полз на горячках. Я хотел его объехать. То есть... Нагружал переднюю ось тормозом. Машина встречной не была. Руль туда. Поэтому удар пришелся вбок. Человека на дороге трудно было вовремя заметить. На это есть несколько причин. Во-первых, место, не подходящее для пешеходов. Во-вторых, то, что он полз, а не шел. В-третьих, одежда мужчины сливалась с окружающей обстановкой. Если бы увидел раньше, если бы он шел, если бы хоть что-то было на нем светотожайствующее, хотя бы, чтобы он шел, я бы успел сделать маневр. После наезда спасти пешеходов было нереально. Удар получился неслабым. После удара я сразу же на обочину, бегом к нему, что я боялся его трогать, что я знаю, что трогать нельзя, что можно сделать хуже. Я его не стал трогать. Я... Как что? Мужчина, громко, громко. Мужчина, мужчина. Что? Как бы... Нет. На место ДТП выехали следователи. Сейчас по факту смертельной аварии проводится проверка. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия.